В эфир телеканала 24КЗ заступила дневная смена. Я Кайжан Смогулов. Здравствуйте. Свыше 21 тысячи заявлений от пострадавших в результате паводков зарегистрировано в региональных комиссиях. Более 12 тысяч семей уже получили единовременную выплату. Выделены 645 миллионов тенге на ремонт домов. 49 семей получили новое жилье. Информация об этом опубликована на официальном сайте премьер-министра. Мы также продолжаем следить за паводковой ситуацией в стране. Предлагаю обсудить ее прямо сейчас и создать своего рода объективную информационную картину происходящего. Надеюсь, в этом мне помогут мои гости. Но прежде чем обратиться к экспертам, давайте выслушаем представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, их региональных представителей. На прямой связи с нами находится начальник управления гражданской обороны ДЧС Кустанайской области Даурин Рахметкалиев. Приветствую вас. Какова обстановка у вас в регионе? Я так понимаю, что сейчас вы больше уже справляетесь с последствиями, да, Паводка? Здравствуйте. Да, соглашусь с вами. На сегодняшний день проводка обстановка по региону стабилизировалась, но все еще находятся на основном контроле. Продолжают действовать объявления ДЧС местного масштаба. Это в городе Кустанай, Аркалыком, Ангельдинском, Джангельдинском, Карасу и Кустанайских районах. На особом внимании у нас находятся три водохранилища. Это Карамоторское, Верхнетобольское и Жилкуварское водохранилище. По состоянию на 26 апреля в Кустанайской области не осталось подтопленных домов и дворовых территорий. Однако в Джангельдинском районе у нас имеется подтопленный таунный водный один объект и предпринимательство, и 30 дачных домов. Всего по области во время Паводка спасено и эвакуировано 9226 человек, из которых 1810 – это дети. В регионе для эвакуированных было подтоплено 179 пунктов временного размещения. Подготовленных, в которых на данный момент находятся 160 человек. Более 2000 человек уже вернулись в свои дома. В некоторых районах области продолжаются противопаводковые мероприятия. На всех участках у нас всего задействовано 182 человека личного состава, 52 единицы техники и 4 человека. С начала паводков у нас было откачано более 923 тысяч кубометров талой воды. Сначала и уложено более 212 тысяч мешкотары. Отсыпано более 76 тысяч тонн инертных материалов. Работа данная продолжается непрерывно. В круглосуточном режиме у нас функционирует областной оперативный штаб. Ведется непрерывный мониторинг расселённых пунктов с возможным риском потопления металловой воды. Кроме того, группировка силы средств ДЧС Костанайской области была направлена Северо-Казахстанской областью для помощи ликвидации последствий паводков. Как думаете, когда можно уже будет выдохнуть и сказать, что мы справились и так далее? Ну, я думаю, на территории Костанайской области в начале мая месяца мы уже 100% можем говорить, что вода уже уйдёт. Так как последним гидропрогнозом на юге области у нас уже река Тургай, которая сейчас опасная, она уже уходит вниз. Сегодня уже на 34 сантиметра она спустилась. Это хорошая новость. Спасибо большое. Что ж, для того, чтобы, скажем так, более объективной была картина, предлагаю ещё один материал. Дело в том, что овощеводческие хозяйства Костанайской области, пострадавшие от паводка, сдвинули сроки пассивной кампании. Лёд и вода повредили часть оборудования и техники. И большие потери связаны с выходом из строя поливных систем. Давайте взглянем на материал. Около 100 гектаров земли в этом хозяйстве, возможно, останутся пустовать. Посадка овощей здесь под большим вопросом. Во время паводка с полей смыла весь плодородный слой почвы. И самое главное – повреждена поливальная установка. Она обеспечивала и регулировала запас влаги на 70 гектарах одновременно. Уцелела только половина агрегата. Оставшаяся часть требует ремонта. Пытаемся что-то делать. Комиссия никакая не выезжает. Ждать не можем. Немножко уже начали поправлять эту машину поливочную. Самое страшное – то, что её, возможно, мы до осени не сможем даже восстановить. Эту площадь не сможем полить. А посадить и не полить у нас не вырастет ничего. По предварительным подсчётам, в общей сложности убытков в хозяйстве на 400 миллионов тенге. Вышедший из берегов Табол затопил весь полевой стан. Вода стояла высотой 2 метра. Технику и контейнеры с запчастями до сих пор собирают по всей округе. Вот контейнер тащат, который тоже выловили. Как поводок прошёл, каждый день ездим. Ищем. Что-то нашли, но не всё. Барабанного типа у нас машины не уплыли, тоже мы их не нашли. Из-за поводка сроки посева картофеля и моркови уже сдвинули на 5 дней, говорит аграрий. Ранних помидоров и огурцов тоже не будет. В теплицах пусто. Большую часть сейчас водой вымыло, намыло песок. Но это надо будет органику сверху добавлять, перемешивать. И только тогда будет какой-то толк. Электричество вроде бы всё целое, но подводящие, опоры все оборваны. И скорее всего льдом. Их надо тоже восстанавливать. Однако, по данным управления сельского хозяйства, поводок всё-таки не оставит регион без овощей. В этом году они займут больше 5000 гектаров. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Устанайская область, 24 КИЗ. Ну что ж, давайте переместимся в другой регион. На прямой связи с нашей студией находится официальный представитель ДЧС по Западной Казахстанской области, лейтенант гражданской защиты Нуржантулеуш. Приветствую вас. Какова обстановка у вас, что нового и так далее? Добрый день, уважаемые студии, уважаемые зрители. В данный момент обстановка по Западной Казахстанской области потихонечку стабилизируется. Так как я ранее говорил, то, что опасность отталов нету. Главная опасность у нас производит это поднятие уровня реки Урал, которая начинает федераться. В данный момент уровень реки лет на спад. Сейчас оставляют уже 8 метров 54 сантиметра. А опасные в отметке это 8 метров 50 сантиметров. А было ли у него пиковое значение, это 8 метров 66 сантиметров. То есть за три дня у нас палок на 12 сантиметров. И как сообщают у нас специалисты по Казахстанской обхозе, мы пик палок уже прошли, уровень не поднимется. Но все-таки данный момент превышает свою опасную отметку. В связи с этим у нас будут еще продолжаться все противопалокные мероприятия по ликвидации палокных явлений и по оборудовательным работам. Функционирует открытый штаб. Ночью днем действует мониторинг, обход домов, подворный обход, оповещение жителей и эвакуация домашних животных. В данный момент общечасовое уровень жителей составляет 13 989, то есть почти около 14 тысячи. В 12-й окружающих пунктах находится более 2000 людей, а остальные в основном они расположились у своих родственников. Ну, уже как-то шестой день, как у нас действует, шесть тяжелых ситуаций местного масштаба. Это по области, по городу Уразь и по четырем районам. Это по Терекскому, Булинский район, Терекинский район, Сарымский и Коротюбинский район. Она будет еще действовать, пока мы не убедимся, что опасность ликвидирована. В связи с этим, да, данная работа будет надлежаться. Это возведение, да, уплотнение и уложки Мешкатары. Мы уже уложили более миллиона трехсот тысяч Мешкатары. И 10-го, 12-го апреля были направлены в наш область дополнительные средства, группировки из других областей нашей республики. Точнее, стоят 12 областей из двух городов. Вчера отбили, не отбили, а направили дополнительные средства в Атравскую область, потому что там еще ожидается, потому что река Урал с Российской Федерации, с Западской области, потом в Атравскую область, и потом в Ассибирске море она будет навевать. И в связи с этим, группы... Видимо, какой-то технический сбой произошел, но надеюсь, что в целом, скажем так, ситуация понятна. Напомню, что на прямой связи... А, появилась связь, да? Да. Господин Толеуш, был небольшой сбой связи. Вот последние, так сказать, несколько предложений мы не услышали. Да, вы не могли бы повторить окончание, скажем так, вашего доклада? По окончанию, я могу сказать, что пик-палка мы прошли, опасность-то отсутствует, но работы будут продолжаться, пока мы не убедимся, что опасность была ликвидирована. Понятно. Пока ситуация стабильна и на контроле находится. Понятно. Спасибо огромное. Напомню, что это был официальный представитель ДЧС по Западной Ассанской области, лейтенант гражданской защиты Нуржан Толеуш. Огромное вам спасибо. Что ж, давайте обсудим, да, как говорится, два главных вопроса, кто виноват и что делать. Ну, поскольку, так сказать, в данном случае мы имеем дело с природной стихией, то, так сказать, насколько мы, какие уроки, так сказать, мы из этого выносим, к чему будем готовы и так далее. Но, прежде чем об этом поговорить, хочу обратиться к директору научно-исследовательского центра КАС Гидромета Нурлану Абаеву. Господин Абаев, всех сейчас, скорее всего, волнует, что будет в ближайшие дни, да, и что нас ждет летом. Потому что после такой большой воды, так сказать, нет ли у нас риска столкнуться с большой засухой, да? Как ни парадоксально это звучит? Ну, засуху еще летний период никто не отменял, потому что наш климат, он оритный и континентальный климат. Но, в то же время, северные регионы нашей страны за период паводков и осенью, и зимний период, они очень хорошо увлажнились. Пропитались к душе, да? Да, буквально на прошлой неделе КАС Гидромет выпустил прогноз по засухам. И, конечно же, мы просомнили, что на юго-западе нашей страны, южных регионах, очень такие ситуации сейчас складываются, благоприятные для наступления засухи, в том числе по Кармакшинскому району Казаларинской области. Вопрос на лето, прогноз, конечно же, составление прогнозов на летний период, это ближе к лету, мы в мае, в середине мая у нас состоится форум специалистов гидрометслужб стран СНГ, мы так называем, Евразийский климатический форум называется, все специалисты-долгосрочники соберутся и будут определять, анализировать текущую ситуацию, циркуляцию атмосферы, состояние мирового океана и подсилающей поверхности. И мы вынесем консенсусный прогноз уже к 16 числу мая, и в этот период мы представим прогноз на сезон, на предстоящий июнь, июль, август этого года. И согласно этому прогнозу консенсусному, мы дадим конкретно, в какие периоды у нас в стране и в каких регионах могут возникнуть вот такие вопросные явления, как засуха. Ну а в целом, я правильно понимаю, что не только мы, я имею в виду, Казахстан, сталкиваемся вот с таким явлением, как изменение климата и так далее? Ну это уже не новость, это во всем мире, да, мы встречаем уже последствия изменения климата, потому что изменение климата уже наступило. И, как вы знаете, изменение климата, оно прослеживается не только в повышении глобальной температуры, там изменение характеристик выпадения атмосферных осадков. В то же время одним из таких показателей изменения климата – это чистота и интенсивность стихийных гидрометеорологических явлений. Вот в этом году, например, наша страна столкнулась с одним из таких масштабных проявлений изменения климата. Какие причины к этому могут быть? Например, в зимний период у нас осадки выпадали в виде дождя в северных регионах страны. Это же результат показателей изменения климата. Так, например, норма у нас, если зимою три дня всего лишь в течение трех месяцев могли выпадать раньше при норме три дня. В этом году, например, зимой у нас данная частота увеличилась аж до 12. В некоторых регионах 8 дней повторялись, 10 дней осадки выпадали в жидком виде. То есть у нас зимы теплеют и становятся более влажными. Это показатель изменения климата. Безусловно. Что ж, как и говорят эксперты, глобальные изменения климата затрагиваются практически всех. Наверное, вы помните, что буквально на днях затопило Дубай из-за продолжительного ливня. Наводнение происходит и в других странах. Их, кстати, бывают, что из жертвы. Давайте сгоним материал. Не менее 38 человек погибли из-за паводков, вызванных сезонными ливнями в Кении. Еще 100 тысяч пострадали. Большая вода обрушилась и на столицу страны Найроби. Там вышла из берегов местная река. Затопило сотни домов. Повреждены сельскохозяйственные угодья. Кенийский Красный Крест предупредил население об опасности схода оползней. Идет эвакуация. Сезон дождей, по прогнозам синоптиков, продлится в стране до конца мая. Наводнения коснулись и Пакистана. Больше всего от паводков пострадали северо-западные районы провинции Хайбер-Пахтунхва. По меньшей мере 65 человек погибли и 80 получили ранения. Там под воду ушли целые села. А люди были вынуждены искать убежище на возвышенностях. Затоплены больше тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни на страну обрушатся новые ливни. С начала месяца в регионе выпало в два раза больше осадков обычного. Ущерб от наводнений в провинции Гуандун на юге Китая оценили в 19 миллионов долларов. Власти заявляют, цифра может увеличиться. Уровень воды в местной реке Бэй приблизился к столетнему максимуму. Разрушены около сотни домов. Продолжается эвакуация населения. Без света остались полтора миллиона домохозяйств. Тысячи школ закрыты. Власти повысили уровень реагирования на ЧАЭС в регионе до второго уровня. Что ж, итак подходим к самому главному. Наверное, какие выводы мы должны сделать из этого сезона поводкового. И каким образом будем готовиться к возможности повторения подобных непростых условий. И вот об этом хотелось бы поговорить с представителями Министерства по водным ресурсам. У нас в студии находится заместитель директора Департамента водной политики Министерства Марат Монолеев. Здравствуйте. И руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны водных ресурсов. Комитета по водным ресурсам Министерства Сакен Атель. Здравствуйте. Также у нас присутствует PHD, эксперт-гидроэколог, руководитель Центра экосистемных решений Экомайнд Арман Утепов. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем с вас, господа. Поскольку вы представляете министерство, которое, ну скажем так, играет, по-моему, очень призвано, так сказать, играть первую скрипку в решении водных вопросов. На ваш взгляд, господин Имманолеев, какие выводы мы уже сейчас можем сделать из того, что произошло? Вывод номер первый. Уже не будет так, как раньше. Соответственно, мы, как вот Нурлан сейчас нам четко объяснил, что климат меняется, ситуация меняется, значит, мы должны готовиться к изменению. Приспосабливаться. Да, приспосабливаться, потому что бороться со стихией бесполезно, мы можем только к этому адаптироваться, принять некоторые меры. Значит, схематично примерно это должно выглядеть следующим образом. Это значит, мы должны полностью пересмотреть систему прогнозирования, да, то есть модернизировать, почему мы должны понимать, как это все будет происходить, прогнозировать. Дальше, соответственно, при наличии прогнозов достоверных и наиболее максимально возможных точных прогнозов моделировать ситуацию. Соответственно, раз моделирование ситуации мы должны уже принимать, разрабатывать следующие меры. Соответственно, соответствующие, скажем так, инструменты прогнозирования и так далее, они есть, да? Да, в принципе, все это существует, я думаю, Нурлана нам более профессионально это расскажет, но совершенно верно, это наблюдение, составление некоторых выявлений закономерностей и, соответственно, да. То есть мы понимаем, чем больше точек, чем больше пунктов наблюдений, тем прогноз лучше, чем больше взаимодействия с соседями и в целом по миру, тем прогноз лучше. Безусловно. Поэтому здесь ничего, как бы, сверхъестественного нет. Господин Наталь, помнится, мы с вами и в этой студии, и в рамках другого проекта интервью беседовали о том, как, ну скажем так, как правильно, рационально распорядиться той водой, да, которая сейчас она вроде как представляет угрозу для домов, для людей там и так далее. Но, вот, как представитель КАЗ Гидромета отметил, не нулевая, во всяком случае, вероятность того, что летом эта вода может очень и очень понадобиться, да. Вы, помнится, рассказывали о неких планах министерства по созданию, так сказать, гидротехнических сооружений, призванных сохранить эту воду, даже рискуя в какой-то степени повториться. Можете об этом еще раз рассказать? Да, министерством до 2030 года планируется построить 20 новых водохранилищ, это в 10 областях Казахстана. Помимо этого, планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ и реконструировать 3,5 тысяч километров каналов растительной сети. Это все направлено, прежде всего, да, для обеспечения водой отраслей экономики, а также накопление дополнительного объема воды. Вместе с тем, вот эти объекты могут, то есть позволят также обеспечить безопасность определенного количества населенных пунктов от той же самой паводки. То есть, грубо говоря, в период паводка мы эту воду сможем в эти водохранилища собирать, отводить как бы от сел, деревень и так далее, а летом, когда понадобится использовать? Да, естественно, водохранилища, они в целом предназначаются, в первую очередь, для накопления и дальнейшего использования. Естественно, они будут, накапливая воду, будут сдерживать большее количество воды, тем самым снимая риски потопления ниже лежащих населенных пунктов. Очень-очень на это надеюсь. Господин Петербург, что еще можно предпринять и нужно предпринять для того, чтобы, ну скажем так, весной избежать затопления, а летом не остаться без воды? Эффективное управление водным сектором требует, скажем так, более комплексной стратегии, где интегрировано управление водным сектором, водными ресурсами с социальными и экологическими целями. То есть о чем мы говорим? Мы говорим об инвестициях именно в зеленую инфраструктуру. Почему? Потому что она несет в себе, скажем так, долгосрочное влияние, воздействие. Да, можно, значит, можно собирать на поверхности, но надо, значит, еще уделять внимание и впитывающие, да, способности почвы, заполнение, значит, подземных горизонтов, тем самым повышая вот этот стратегический запас подземных вод. Вот. Ну, с каждым годом, как бы, вот это вот изменение климата в большей степени влияет, значит, на состояние, да, стран Центральной Азии, Казахстана в том числе. Вот по данным экспертов, скажем так, последствия, да, от вот таких вот наводнений будут достигать в Казахстане там свыше 400 миллионов долларов ежегодно. Да, да. Поэтому надо делать, ну, помимо адаптации, есть еще меры, так называемые, митигации, то есть снижение, снижение самих такого рода явлений, они, они как бы, единовременно невозможно достичь, но надо менять сельскохозяйственную практику, надо переходить на устойчивые методы землепользования, надо, как я говорил, менять подходы управления водными ресурсами, потому что в целом вся система государственного планирования, она должна пересматриваться с точки зрения, значит, адаптации, с точки зрения вот этого предполагаемого ущерба. Есть много исследований, где говорится, что в Казахстане, во всяком случае, вот к 2050 году, да, вот это воздействие от изменения климата будет влиять в целом на ВВП и снизит до 6% повлияет. Надо же, сурово. Я на самом деле всегда был уверен, что министерство по водным ресурсам необходимо, и мне кажется, вот, что его создание, так сказать, только недавнее, да, это вот несколько даже был запоздалый шаг, его надо было, мне кажется, создавать еще вот на заре собственной независимости, чтобы оно все это время работало и существовало. Ну, хорошо, ладно, когда создали, тогда создали. Но теперь возникает другой у меня вопрос. Не совершили ли мы ошибку, когда там некие, так сказать, гидротехнические сооружения, водохранилищики и так далее, то подобное стали передавать в частные руки? Может быть, в данном случае, поскольку мы страна, зависящая от воды, и тем более, раз мы сталкиваемся с такими глобальными масштабными климатическими изменениями, может быть, нам стоит привести процесс национализации и вернуть все обратно в руки государства? Ну, здесь как бы не все так однозначно, я думаю. Вообще, на самом деле, должен быть контроль, он должен быть в любом случае, находится под управлением участников, либо государственными структурами занимаются, значит, управлением. Необходим, значит, контроль, необходимо, значит, обеспечить вот такое комплексное управление, значит, обеспечение водного, обеспечение именно экологических стоков, цифровизация, вот один из таких эффективных, скажем так, путей. Сначала понять, что мы, так сказать, имеем, понять механизмы прогнозирования, что будет, как раз ситуация, и, исходя из этого, принимать уже какие-то практические решения. Да, я еще хочу отметить, что строительство любого, значит, гидротехнического сооружения, водохранилища, оно тесно связано с воздействием на окружающую среду, вот об этом мы не должны забывать. В советское время, скажем так, вот, насколько я знаю, любое водохранилище, будь то Копчегайское водохранилище построили, рядом построили нерестовыростное хозяйство, которое занималось восполнением, значит, рыбных ресурсов, ущерб, на которые влияет эксплуатация данного сооружения. И возле каждого, Аклакская, в Казаларде, Камыш-Лабашский рыбопитомник, вот по всем, скажем так, коллеги подтвердят, сейчас у нас, как бы, вот эта вот такая фрагментация идет, и, скажем так, одно ведомство не совсем понимает, чем занимаются другие, и самое главное, нету вот такой объективной, комплексной оценки затрат-выгод. Да, сегодня мы, скажем так, надо решить защитить, да, вот село, которое находится, скажем так, размещенное там в пойме реки, да, посредством там многомиллиардных вложений, да, в инфраструктуру, но может быть эффективнее, значит, переселить жителей, да, уже в конце концов, и дать возможность реке, да, занять свое природное, скажем так, место. Может быть, может быть, здесь необходимо комплексно, так сказать, изучать вопрос. Мне мои коллеги подсказывают, что к нам подключился международный эксперт по управлению водными ресурсами и изменению климата, координатор платформы по водным вопросам Центральной Азии, Булат Исекин. Господин Исекин, здравствуйте, рад вас видеть. Мы сейчас пытаемся, скажем так, сформулировать ответы на два главных вопроса. Первый, какие выводы, так сказать, необходимо сделать из вот поводка, надеюсь, что он уже, так сказать, все-таки заканчивается. И второй, какие действия мы можем и должны предпринять, чтобы обезопасить себя в будущем. Как вы думаете? Добрый день. Вот я сразу скажу по сегодняшним комментариям, выводы сделаны неглубокие, поверхностные. То есть говорить о том, что виноват климат, недостаточно, потому что есть причины, вызвавшие изменение климата. Это наши собственные действия, особенно в таких странах, как Казахстан, это массовая распашка земель, это, значит, сведение лесов, это изъятие воды и нарушение естественных режимов рек. Мы, особенно по Уралу, у нас по всему Уралу более ста плотин построены перемычек и дам. Поэтому неудивительно, что вода выходит из берегов. И неудивительно, что мы нарушили естественные процессы и теперь пытаемся бороться с ними продолжением тех же методов, то есть увеличением количества плотин. Вот во всем мире сейчас разрушают, значит, избавляются от плотин. Более тысячи плотин слищено за последние годы в Европе и США. Потому что, как оказалось, что нарушение вот этих тромбы в сосудах живого организма, они, естественно, вызывают болезнь. Биосфера нам отвечает такими явлениями. Поэтому нам необходимо, наоборот, искать решение не по борьбе с последствиями, то есть плотины строить новые, а по устранению причин этих нарушений. Причина нарушения – это нарушение природных процессов, которые мы сегодня нарушили и продолжаем нарушать вот этими новыми стройками. Поэтому, если в вашем теле поставить 20 тромбов, то неудивительно, что у вас поднимется температура, то, что и происходит сегодня на планете. То есть причины у нас сегодня названы неверные. Они вызывают неверные решения, усугубление ситуации. В целом я хочу сказать, что, когда мы, конечно, с вами говорили о необходимости создания нового Министерства водных решений. Да, да, да. Мы же год назад, два года назад об этом говорили. Значит, мы говорили, что оно должно, как бы, начать новую водную политику, не продолжение старой. Сегодня министерство пытается продолжить прежнюю политику, которая заключается в прежнем отношении к воде, как к экономическому ресурсу. То есть H2O или вода в трубах и в бетонных каналах. На самом деле нужно пересмотреть отношение к воде. Сейчас идет разработка нового кодекса, и там идут дискуссии в парламенте, что необходимо сегодня смотреть на воду не только как к экономическому ресурсу, а как к живому организму. То есть водные экосистемы. Мы сегодня видим, что у нас идет деградация ЖАИК, Северного Орала, Урала и Бахаша, других водных экосистем. И мы ничего не делаем, чтобы их защитить. Сегодня нет ни одного государственного органа, который имеет сегодня в своих полномочиях и функциях защиту восстановления водных экосистем. То, что является основой, природной основой водообеспечения экономики и людей. Поэтому нам необходимо вот эти вещи пересмотреть. И то, что говорил Марат Иманалиев, то совершенно верно. Адаптация к изменению климата, особенно водного сектора, наиболее чувствительного к изменению климата, она требует, согласно экологическому кодексу, согласно конвенциям, требуется принятие специальной программы по адаптации, которая должна включать в себя не продолжение нарушений естественных режимов, не продолжение нарушений природных процессов, а в восстановлениях и поддержку, и создание новой экономики, создание новой системы водоснабжения и инфраструктуры на основе природных процессов, которые намного сильнее, чем мы создаем. Спасибо большое. Господин Висекин, давайте тогда сразу у господина Иманалиева попросим, чтобы он прокомментировал подобную гипотезу, скажем так. Да, конечно. Влад Камалвекович и Арман не дадут мне соврать. Почему? Потому что мы действительно обсуждаем сейчас водный кодекс, новый проект нового водного кодекса, и Арман и Влад Камалвекович активны участники этого процесса. А это должен быть, насколько я понимаю, такой основополагающий документ, регулирующий в этой сфере водной. Попытаюсь коротко в рамках программы объяснить. Первое, что говорит новый водного кодекса. Первое, что мы ставим охрану водного фонда. То есть мы даже внесли понятие, что такое водный фонд. Это совокупность, грубо говоря, всех объектов. И из него вычлели ресурс. То есть если мы раньше говорили, что уполномоченный в области использования охраны водных ресурсов, то мы сейчас говорим, что уполномоченный в области охраны использования водного фонда. Ресурс – это та часть, которая может быть использована, но при условии, что мы должны оставить некий объем, который не приведет к нарушению природного баланса. Следующий. Как мы говорим, экологический сток. Да, действительно, мы сейчас, буквально две последних рабочие группы, мы жили с парламента, ведем дискуссию по поводу водных экологических систем. Но ведем дискуссию не в том плане, что нужны или не нужны, мы ведем в плане именно как юридические права, как законодательство, как это все отразить в законе. Вот. Что касается, Влад Камович сказал про плотины. Хорошего сказал, и есть хороший ответ на это в проекте водного кодекса. Очень красочный образ господин Алексеевич нарисовал строго. Да, ну мы это тоже понимаем, кстати, почему. Есть отдельная статья, говорящая следующее, что в руслах рек перегораживающие плотины должны быть снесены. Четко и безусловно. Должны быть убраны и определен даже срок, в течение которого местные исполнительные органы должны это сделать. Это всем понятно. Почему? Потому что когда-то что-то это делалось для каких-то целей, сейчас этого не нужно, сейчас все правильно. Должен быть обеспечен четкий, хороший проток воды. Это тоже одна из мер предотвращения, точнее смягчения палатковых явлений, когда вода уходит с места затопления, то есть быстрее объем воды проходит в конечный водоприемник. Вот примерно так. То есть и все те вопросы, которые, то что мы говорим по строительству новых водохранилищ, надо понимать следующее. Да, безусловно, водохранилища, если уж смотреть систему плюсов-минусов, то, наверное, минусов будет больше. Первый минус, конечно, это нарушение экологического равновесия. Но мы должны понимать следующее, что мы это вынуждены, в некоторых случаях вынуждены делать. Почему? Потому что нам вода, в принципе, нужна еще как средство от существования, чтобы для каких-то некоторых производственных, для каких-то хозяйственных работ, для производственных работ. И да, и в некоторых случаях, в большинстве, причем в наших условиях, это все-таки вопрос сдерживания, сдерживания паводков, то есть растянуть их по времени. А что скажете относительно вопроса, стоит или не стоит оставлять эти самые гидротехнические сооружения в частных руках? По поводу этого, вот здесь вот я считаю, надо сказать, что немножко как бы перегретая ситуация, наверное. Во-первых, надо отметить следующее. Все крупные стратегические объекты, они не находятся в частных руках. Безусловно, четко говорено, что стратегические объекты, а это те объекты, от деятельности которых зависит деятельность целого региона, как минимум, они однозначно являются стратегическими и не могут быть переданы в аренду, доверить им управление. Это государственное собственность. И только, кстати, обнадеживает. В частных руках, в частных руках, в основном находятся, это мы говорим про водохозяйственные сооружения, это каналы, это некие насосные станции, мелкие, даже не водохранилища, а правильно говорить, пуды, которые обеспечивают деятельность какого-то одного хозяйства. Я просто почему господин Монолей вообще об этом вопрос поставил, потому что в новостях читал сообщение о том, что прокуратура расследует там сколько-то уголовных дел в отношении владельцев или управляющих некими гидротехническими сооружениями в разных регионах, когда расследовали, почему те или иные дамбы и так далее в не очень хорошем, мягко говоря, состоянии оказались. Да, смотрите, действующий кодный кодекс, статья 32-32, говорит следующее, то есть собственник какого-то сооружения, в данном случае неважно, это государственное какое-то предприятие, коммунальное, либо частник, его обязанность содержать это сооружение в хорошем состоянии, на ближайшем состоянии, в техническом состоянии, все это его обязанность. Туда привязываются многофакторные обследования, либо обследование, получение декларации безопасности, платим, все это вкупе входит. Почему у нас в данном случае частные предприятия, в основном уже, если вы посмотрите, в этом году даже были прорывы, прорывы были даже не на коммунальных предприятиях, в основном это частные. Это дорого, затратно, это надо понимать. Да, но с другой стороны взялся, делай, да? Да, совершенно верно. И сейчас в проекте нового кодекса это более четко прописано, да, что есть, должна быть, то есть мы здесь, если сейчас в действующем кодексе это раскидано по всему кодексу, мы сейчас этого собрали в одну главу отдельную, да, где четко все прописано. Когда ожидаете, что документ уже пройдет в Можилис, потом в Сенат и уйдет на подпись президента? Ну, Можилису мы не можем диктовать. Я понимаю, что прогнозы, прогнозы. Ну, мы ожидаем, что, вот, как вам сказать, давайте я не буду про сроки говорить, да, все-таки заможилис, говорится. Но я вам просто, нет, не то, что сглазить, чтобы вы понимали. Сейчас у нас в работе, да, в рабочей группе мы рассмотрим таблицу порядка 500 поправок. Это много, с одной стороны, да, но это не говорит о том, что кодекс большой, это говорит о том, что есть большая заинтересованность, как среди экспертов, вот то, что сейчас вот была, как говорится, и Арманут, они действительно члены рабочей группы и довольно активно участвуют, да, и в целом и у депутатов тоже, если еще ожидается примерно столько тоже поправок, да. Большая работа, согласен. Это очень, да, действительно большая работа. Надеюсь, что она пройдет плодотворно и эффективно, и нам, вот, так сказать, в будущем хотя бы удастся хоть как-то смягчить изменения в природе, которые происходят, потому что... Ну, во всяком случае. Давайте взглянем тогда на материал, как раз-таки о том, что в Актюбинской области размещают ущерб пострадавшим. 29 марта в Атикибийском районе прорвало плотину. Из берегов вышла река Иргиз. Из села имени Тимирбека Жургенова пришлось экстренно эвакуировать жители. Дом Гульзады у Тимуратовой оказался в воде. Не работает у нас стиральная машинка, две кровати развалилась полностью, и полы негодные, стены все внизу сгнили. Невозможно жить там, потому что уже боюсь, что завалится дом. И вот теперь обещали нам дом построить, ждем. Вот уже через два дня сказали, начнут фундамент там ставить. Не выдержал натиска воды и саманный дом Базаркуль-Нуржановы. В стенах в гостиной, кухне и ванной появились трещины. Затопило и небольшой сарай во дворе. Погибли козы и овцы. Вода доходила до пояса. Никогда раньше такого не было. Комиссия приходила, компенсацию за погибший скот уже выплатили. Еще получила единовременную помощь. Дом восстановлению не подлежит. Его решили снести. Всего в районе единовременную помощь в размере 300 тысяч тенге получили больше 100 семей. 41 семье выплатили компенсацию за поврежденное имущество. Жителям, чьи дома не подлежат восстановлению, построят новые. Из 46 домов 20 жильцов выбрали вариант строительства нового дома. Кто-то у себя на участке, кто-то выбрал участок, предоставляемый Акиматом. Из них 15 домов в районном центре, 5 домов в селе Комхудох. Остальные жители выбрали вариант выкупа готового жилья на вторичном рынке. Дома для пострадавших от паводков будут строить по утвержденному проекту. Их площадь составит 80 и 100 квадратных метров. Сейчас ведутся переговоры со строительными компаниями, которые займутся возведением жилья. Наталья Салько, Облак, Молдогалиев, Октябинская область, 24КИЗ. Так, господа, у нас осталось буквально 3 минуты эфира, поэтому давайте, так сказать, подведем результаты очень компактно. Итак, господин Обаев, нам говорят, что подобные, так сказать, большие масштабные климатические удары бывают все-таки не так уж часто. Кто-то называет цифру раз в 50 лет, кто-то говорит раз в 80 лет. Ну и опять же, так сказать, есть такое поверье, что два раза снаряд в одну и ту же воронку, так сказать, не падает. Но можем ли мы быть уверены, что в следующем году, весной, подобная ситуация не повторится? Мы не можем быть уверены, потому что то, что говорят один раз в 50 лет, в 80 лет, это математический аппарат. Математики понимают, что это не означает, что ровно в 80 лет должно пройти. Это в течение этих лет такого масштаба явления могут повториться несколько раз. Аж может быть до десятков, до двадцати раз повторится. Мы будем мониторить и в следующем году. И если ситуация также опять сложится благоприятно для развития такого рода масштабного половодия, это произойдет. Понимаю. То, о чем говорил господин Монолиев, прогнозирование точное, это возможно, инструменты есть? Возможно, инструменты есть, но мы должны, как господин Монолиев сказал, мы должны адаптироваться и приспособливаться условиям. Мы с этим не поспорим. Так, тогда давайте, так сказать, что делать? Очень коротко. Будем углублять водные объекты, строить защитные дамбы. Это тоже время надо подходить индивидуально по каждым населенным пунктам. Также необходимо для обеспечения отраслей экономики строить новое водохранилище. Согласен. Хорошо. Хорошо. Переходя уже, перепрыгнув, прогнозирование и моделирование, это, соответственно, мы должны уже разрабатываться планы реагирования. Каждая область, каждый поселок, это технологические, технические меры, это та же оболовка, перераспределение, то есть дополнительные обводные каналы. То есть понять, что борьба с этим, это задача не для технических мчс, это все нужны. Да, конечно. Создание защитных полос, пожалуйста, да. Создание мини-компактных водохранилищ, ловушек, да, которые перехватывали миксов, чтобы его распределить. То есть здесь технических решений масса, и они есть, их придумывать не нужно, да. Вопрос только о том, что, как сказал сейчас Оген, это правильно. Для каждого региона свои особенности. Но, опять же, повторюсь, с учетом того, что когда мы будем понимать, что это прогнозирование, что это, да, будет циклично, здесь будет происходить более-менее в несколько годах. Почему? Потому что, еще понимать, это емко по деньгам. Ну, да, безусловно, не дешево. Ваше предложение. Ну, существующая, значит, ситуация, прежде всего, она нам дает такой важный, скажем так, ресурс, возможность, это опыт. Мы должны делать работу над ошибками, вот эти вот явления, которые, наводнения произошли, да, есть возможность, значит, уже оценить, сделать, значит, карту рисков, чтобы на следующий год быть готовым. Почти по классику и опыт, сын ошибок трудный. И самое главное, вот даже возвращаясь, вот буквально, с Щучинска, да, буквально вчера, вижу вдоль, значит, у нас вдоль лесополос, вдоль, значит, защитных вот этих заборов снег находится. В то время, как русло, естественно, русло рек сухие. Я понял. Увы, увы. Господин Дисейкин, одним предложением, буквально, время программы предложил к концу. Значит, нельзя углублять дно, нельзя строить новые дамбы, это ошибка, еще раз повторяю. Климат у нас переходит в новую, в качественную новую фазу. У нас количество ЧС будет с каждым годом возрастать, и наводнения, и пожары, и засухи. Поэтому необходимо, что делать? Необходимо не бороться с природой, а вернуть природе захваченные территории. Все, что нас затопило, уходить оттуда, строить там, где безопасно, и не бороться. Спасибо, спасибо огромное. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Наверняка будем продолжать дискутировать на эту тему, но уже в следующих выпусках. Пока что дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала 24КЗ. Увидимся в понедельник в это же время. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова